Девушки отдыхают Сегодня у меня в гостях уникальная пара Единственные в мире грузины-блондинка, которых объединяют сугубо дружеские отношения Звезды ТНТ Андрей Бибуришвили и Ирина Мехкова Ой, 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 ой Да, не ожидали! Вау! Круто! Ага, ну смотри-ка Ребят, немного личной информации Родилась в Нижнем Новгороде, занималась музыкой, художественной гимнастикой и фехтованием Овладела французским и английским В общем, судя по всему, мечтала стать гардемарином Но стала комиком, причем крутым Автором и креативным продюсером женского стендапа на ТНТ Ирина Мехкова Родился в Волгограде в семье потомственных медиков И, естественно, всю жизнь хотел стать врачом И все шло по плану, но однажды в юности он намочил манту Рука начала сильно зудеть, чесаться, потом рука схватила ручку и начала писать шутки, шутки, шутки Резидент Камеди Клаб, ведущий шоу «Открытый микрофон» Андрей Бибуришвили Здравствуйте Или просто лорд Лорд, да, просто лорд, так мы его между собой заменим Я просто скромный стендап лорд Меня собаку так звали Так, послушайте, насколько вы дружны друг с другом? Сколько лет это все продолжается? Вы же пришли как друзья, как будущая семейная пара, как те, кто собирается завести детей? Нет, точно нет, но друзья Ну да Смотри, ты понял, как тебя отбрили звали? Нет, нет, пожалуйста Я хотел сказать, что возможно, но нет, точно нет Нет, точно нет Мы столько раз пили вместе, что ничего не выйдет Ну мы проверяли А зачем мы об этом говорить здесь? Давай не будем Что вы пили и почему не вышло? Ну это ж так проверяется Да, конечно Если ты настоящий самец, немного алкоголя, попадающий в тебя, показывает твою истинную сущность Это про меня, дальше Сколько лет продолжается развитие ваших отношений в разных хипостасах? Мы сначала год не разговаривали друг с другом Да, у нас началось конфликт и все Это же он дурак вообще Ну что, ну расскажите, давайте, кто? Там долгая история, но в общем в целом мы с ним не разговаривали Андрей, расскажи нам, пожалуйста Знаменитая эта история Все было из-за влюбленности Ну не взаимный Ну это не так все, ну почти Она пишет, приезжай, выступать на основную вечеринку Я говорю неинтересная история В общем, а дед говорит, у тебя как бы экзамены И я не поехал, все И она подумала, что я просто не хочу Дед твой дед? Я просто подумал, куда-то Мартиросян зазывал его Нет, мой дед, сессия была в меде Я не мог ее пропустить А потом мы познакомились, когда я в батле выиграла А он пришел туда на банкет пить Я на банкеты хожу обычно Ну понятно Это же любимое занятие Андрея Выпить с победителем Да, целую ночь извинялся И потом мы начали дружить Это метафора, причем Извинялся Ладно, извините Так, сколько лет назад это было? Пять В 2015 Шесть Но, слушайте Пять лет между мужчиной и женщиной Без единого жига-жига Это уже срок Вообще нормально Чем тебя Андрей не устраивает как мужчина? Че ты... Я смотрел до этого выпуски Не было такого вообще И я такой, спасибо, что спросил На вопросики отвечали Че-то Просто у него столько баб Вообще Вы не представляете Нифига Что, что я сказал всей семье Иду на викторину Класс А если мы обязательно посмотрим Я вот сейчас не думаю, что я покажу Я сказал, что ты самый потрясающий Давайте начинаем Мы начинаем игру Двое на миллион Поехали Самое приятное, что произойдет в нашей программе Прямо сейчас я дарю вам один миллион рублей Уходим? Нет, не уходим Я вам дарю один миллион рублей Для того, чтобы вы просто знали Что в хороших шоу Вначале дают миллион рублей А не шанс просто поговорить в микрофон Но теперь я буду задавать вам вопросы И за каждый неверный ответ Буду забирать сто тысяч обратно Но если ваш ответ будет неверный Но смешной То я буду смеяться И забирать деньги после этого Давайте поиграем? Давайте Первый раунд, поехали Раунд называется Вопрос для друга В нем игроки будут выбирать вопросы Друг для друга Один выбирает вопрос Второй на него отвечает Цена каждой Ошибки сто тысяч рублей За эти деньги Вы могли бы загорать в солярии До состояния Моргана Фримана, друзья Я имею ввиду старость Никакого расизма Кто-то один должен отвернуться А кто-то другой выберет для него категорию Кто это будет? Как мы решим? Андрей, ты главный Ну раз я главный Сегодня Давай Ну тогда Я отвернусь Мужесное решение, черт возьми Я чувствую Давай, как-то странно Вообще Ноль Прекрасная перебачка Модные тренды, клянусь Он в них разберется Давайте Модные тренды Маэстро Пожалуйста Кутюрье Повернитесь к нам Ловелас Как по-твоему Правильную категорию Ира выбрал Это мне приятно Это комплиментарно Итак, Андрей Играет исключительно Самостоятельно Все остальные молчат Так Погнали Сто тысяч На кону Актриса И изобретательница Ванна Бонта Разработала костюм Предназначенный Для участников Длительных космических Экспедиций Ванна считает Что этот костюм Первый шаг К колонизации космоса Что можно более комфортно Делать в условиях Невесомости Благодаря специальной Системе застежек Этого костюма Меня смущает Что Ее зовут Ванна Не страшно Она еще и Девушка Бонта Керамическая женщина Так Сколько у меня Есть часов Все хорошо ТНТ работает Пока мы не разойдемся А мне вообще Нельзя ничего Договорить Тебе нельзя ничего Хорошо Время, Андрей Ответ Сейчас, простите Что можно более комфортно Делать в условиях Невесомости Благодаря специальной Костюме Заниматься любовью Да я не знаю Я не понимаю Я правда не понимаю Что конкретно Ты имеешь ввиду Под заниматься любовью Целоваться Обниматься Секс Твой вариант Все, Андрюш Один Два Сейчас снимутся деньги Танцевать Все, не знаю Танцевать Обожаю его Ходить в туалет Ходить в туалет У тебя было три версии Назови одну Быстро Один Ходить в туалет Три Ходить в туалет Ходить в уборную Принимается Великолепно Замечательно Обожаю такие ответы Внимание То есть до этого Ты думал Космонавты терпели У меня честно Вообще даже Вылетаем Сколько полет? Два года Сможешь? Я бы на шутере Также ответила Окей Вопрос О колонизации космоса Ну типа Когда мы космос Колонизируем? Видимо Когда мы сможем В космосе Долго находиться Верно? Так Наверное Внимание на экран Вот я не словил Цепочку У нас не было таких планов Заниматься сексом Андрей Ты еще и Угадал Что ли? Не просто У тебя была Правильная версия Которую нужно было Только чуть-чуть Доделать Но самое главное Если бы ты оставил Заниматься любовью Я бы засчитал И это Я просто хотел Уточнения Я просто хотел Тебя немножко Подтолкнуть Вот прям К действительно Правильному ответу Но ты выбрал Обделаться Как и в ответе И так собственно И в том Что получилось в итоге Это так на меня похоже Вообще Не расстраивайся Эти аплодисменты Которые мы называем Поддержка друга Должны вернуть тебя В хорошее состояние Теперь ты просто Отдыхающая А Ира отворачивается И ждет своей участи Ира С вами играет Андрей Бебуришвили Город Волгоград Андрей Ты же все про меня знаешь Да, да Мы сейчас что-нибудь Полегче возьмем Сейчас все сделаем Там есть очень простые вопросы Андрей Бебури Продолжите Такие Обычные Итак, поехали У меня сейчас травма Прям реально Профессиональные хитрости Лайфхаки Интересные надписи Угу Угу Профессиональные хитрости Да? Может быть Лайфхаки Это, я думаю, не надо Почему? Она будет гуглить, что это Я думаю, что интересные надписи Там, я думаю, что будет Какая-нибудь логическая загадочка Что написано на заборе Я надеюсь, такой Так и будет Такой будет вопрос, я надеюсь Да, что интересного Написано на заборе С предлогом НАТО? Либо хитрости Либо надписи Лайфхаки Мне не нравятся Давай выберем Хитрые надписи И успокоимся Или лайфхаки Почему вы не вместе? Ну что, надписи? Я думаю, интересные надписи Интересные надписи Ир Профессиональные хитрости Или лайфхаки Для себя, что бы ты выбрала Лайфхаки, конечно же Знаем, я друга Столько лет Интересный выбор Будем надеяться, что вам повезет А у меня будет еще сто тысяч Поехали В США Существует антипремия За самые абсурдные предупреждения На этикетках Одну из таких премий Получила этикетка с текстом Не использовать это средство Если вы не умеете Что делать? Так, сейчас будем думать Неплохо Мне нравится этот настрой Да, вообще, надолго Объявить мысль Это хорошо Не отвечай Ходить в туалет Одну из таких Этикетка с текстом Этикетка Значит, на чем-то Логично? Логично Хорошо, идем, Ирина Не использовать это средство Если вы не умеете Пусть бы пить А я могу? Нет, ничего не можешь Даже вот Да, да, Андрей, не можешь Даже после я могу И уже все Нельзя Только обещаешь, Андрей Время Ответ Пить Пить Шикарно Я принимаю этот ответ Он прекрасный Почему ты страдаешь? С первого вопроса еще А, продолжается это Нет, нет Космическая ломка Нет, но я подумал Я уже могу отвечать? В смысле Ну, я уже принял ответ Поэтому ты можешь отвечать Что, думаешь, есть? Но у меня была мысль читать Внимание на экран Интрига Прикинь опять заниматься любовью Читать Читать, блин Да, Андрюша Да Какая запоздалая умница А что это за средство? А, это вообще не важно Какое средство Да Абсурд этой надписи В том, что Если ты не умеешь читать Какого черта ты читаешь Эту надпись Вот и все У меня ощущение Что в конце программы Мы будем должны Еще какую-то Очень бы хотелось Большую сумму А мы продолжаем Первый раунд И теперь вы будете Выбирать вопросы Друг для друга Глядя не на категории А сразу на ответы Один игрок выбирает ответ Второй отвечает На соответствующий вопрос Цена ошибки 100 тысяч рублей Вообще Ерундистика Поменяйте схему взаимодействия Или оставите так Мне пока нравится Пока вы проиграли два вопроса Можно все так оставить Да мы сами в восторге Ну все Тогда, Андрей Наушники, пожалуйста И волевым движением Отворачиваемся отсюда Окей Мы в это время с тобой Обсудим правильные ответы И ты попытаешься догадаться Какой из этих ответов Подразумевает вопрос Который попроще Внимание Ответы Хоккейная маска вратаря Ширинка От зубов Ширинка Понятно все В целом, если как стихотворение звучит Хоккейная маска вратаря Ширинка От зубов Начало Так От зубов От зубов От зубов Он врач По этой логике пойдем Он там что-то может догадаться Связанное с телом Он вообще в целом себя любит А он врач какой специализации Ты не помнишь Специализации По-моему никакой Вот тут Вам там то ли общая хирургия Что такое Хоккейная маска вратаря Это мимо вообще Все, что там спорт Ширинка Очень сильно туда Но скорее всего Если это ответ То это нелогичный вопрос Правильно? Не знаю Скорее всего Но вряд ли скажут Как застегнуть джинсы Да От зубов От зубов Убираем Привезите нам Царя Юмореза Мы знаем правильный ответ Полная тишина в этой студии Подсказывать никому нельзя Если кто-то подскажет В эту студию Зайдет человек с ружьем И погрозит пальцем Итак Погнали Чтобы не потеряться в море Южноафриканские рыбаки Общались друг с другом На больших расстояниях Для этого Рыбакам приходилось Кое от чего Избавляться И это даже Породило весьма Экзотическую Местную моду От чего же Приходилось Избавляться Рыбакам Чтобы не потеряться В море Южною То есть Они что-то сбрасывали Видимо Экзотическая Местная мода Избавляться Рыбакам Так Как унизительно Когда все знают Ответ Так От чего Они избавлялись Они что-то сбрасывали Если Южноафриканские рыбаки Это рептилии То они сбрасывали хвост Но это Полная чушь Ответ Внимание Правильно Или нет Конечно Правда Неправильно Да Я бы вообще Не отгадал Давай чуть подумаем Давай чуть подумаем Все есть загадки Да невозможно Отгадать Во-первых Не было слова Сбрасывать Избавляться Избавляться Да Но самое главное В самом начале Они общались Друг с другом На больших расстояниях Крик А еще Как это называется Звук Девушка Свист Покажите правильный ответ Как горестно Там вообще От зубов От зубов Я думал об этом Передние зубы Для того Чтобы дольше И громче Свистеть Вот Я поняла Смысл передачи Мы все Все проиграем Вообще все Но кайфанем Ну да Ир Надевай наушники Ой Мне пока больно Отворачивайся Мы выберем Правильный ответ Для тебя Андрей Я в тебя верю Давай Ты в меня не верь К игре Поехали Пролетел Как фанера Над Парижем Беспилотные Автомобили Сперматозоид Как ты думаешь Где Ира Специалист Где она Ас Где она Мастер Мне просто кажется А это ответы Да Это ответы Просто мне кажется Что Ириша Может Слово Сперматозоиды Оно может у нее Быть как бы В голове В голове Но она может Застесняться его сказать То есть Ее это может Показать слишком Куражным ответом Хотя Нет Она это скажет Первым делом Хотя Пролетел Как фанера Парижем Мне не нравится Беспилотные Автомобили Что-то Мальчишеское Будет Нет Давай Сперматозоиды Все мы этого Хотим Итак Уберите Ира Поворачивайся К нам Итак Никаких эмоций С твоей стороны Любая эмоция Подсказка Подсказка Минус 100 тысяч Поехали Я сразу же Предупреждаю Что я не очень умная Просто знайте А что вы знаете Недавно британские Ученые Выяснили Что они Не пытаются Друг друга Обогнать Для достижения Важной цели А подобно Штопором Осуществляют Винтовые движения Вперед Назовите Что Все очень понятно Они не пытаются Друг друга Обогнать Кто-то Пытается Друг друга Обогнать Для достижения Цели Цель у них Еще есть А подобно Штопором Осуществляют Вперед Назовите Ты кстати Первый человек Который просто Читает вопросы Все ржут вокруг Чувствуешь Да Планирую так Научиться Шутки писать Не получается Пока все равно Шутка нужна Давай Какой ответ ты знаешь Я знаю Мне кажется Это сперматозоиды Ты такое слово знаешь Я такие слова знаю Которые нельзя тут говорить А сперматозоиды Сперматозоиды Потому что другого варианта У меня нет Внимание Правильно или нет Ничего себе Раунд завершен Совместными усилиями Андрей и Ира Потеряли 300 тысяч рублей Чтобы вы понимали Столько стоит Эмалированная кастрюля В магазине Все по 300 тысяч рублей Это мои невероятные усы И шоу Двое на миллион Мы продолжаем И у нас в гостях Сегодня самый Обольстительный комик И девушка Которая не понимает Почему он так себя называет Андрей Бибуришвили И Ирина Мехко Самый нелепый Подкат Который вы в своей жизни Встречали Самый нелепый? Да Я только Что мне в личку пишут Уф В личку? Да Что пишут тебе в личку? У меня чувак написал Горит Классная Ты супер Не могу тебя Прям куда-то свозить Но на паровозе покатаю Это метафора? Не-не Он типа Водитель поезда А Машинист Называется Сейчас где-то Расправил крылья Она считает Меня водителем Это я Элита Андрей Никаких прикольных подкатов? Слушай Даже не помню Ну то есть Это было давно-давно Может быть Ладно Скучный подкат Отвратительный Давай Но обычно Когда женщины Перед тем, как подкатить Они изрядно выпивают Это очень смешно Когда ты знаешь Ты стоишь на одном углу бара Андрей Когда знаешь Она вместе с рукой Вот так идет Потому что Если она уберет руку Да Она просто Да Упадет Только поэтому А когда она Начинает тебя Сверлить Через все помещение С края бара Когда Занимает эту Позу Хозяйки Помещения И постепенно Расползаем Причем Она смотрит только на тебя Нет, сейчас более наглые девочки Уже сильно Вообще В мои времена было так А сейчас как? Так они им в личку сиськи присылают И они все это видят Да ладно Дай посмотрю Там новинка Мне никто не присылает Там даже без привет Понимаешь Просто сразу Доброе утро Так все в современном мире Я хотел Семье показать этот выпуск Вы что делаете вообще? Вы вначале не поняли? Я напоминаю Что после первого раунда 700 тысяч в вашем банке Впереди второй раунд Каждый из вас Увидит на экране Некую загадку Загадки будут разные Но обсуждать их Друг с другом Вы не будете Потому что Прав таких У вас нет Вы по отдельности Подумаете над своими загадками А потом у вас будет 30 секунд Чтобы соединить ответы И получить название Известной сказки Цена ошибки Как всегда 100 тысяч А это между прочим 140 тысяч долларов Если вы смотрите нас В 1986 году Разъезжаемся Андрей И мы справимся Обязательно Или нет Но покатаемся Ребята Самое главное Когда съедетесь Не обсуждайте Ни в коем случае загадки Просто насыпайте версии Загадки на экран Легко Да Я не знаю А вот и время Съезжаемся Можете начинать обсуждение У меня копыта У меня серебро Серебряная копытца Совершенно верно Неплохо Еще стул не доехало Они уже все сидят Там уже отгадали Ну давайте ответ Тогда ваш Серебряная копытца Серебряная Стой Может подумаем Да ну тебя Я тебя умоляю Ну что сто тысяч Да-да Я думаю Серебряная копытца Да Серебряная копытца Да Я принимаю Внимание на экран Это было неплохенно Вот такие раунды Мне нравятся Конечно Но вот следующий Попробуйте распаковать Разъезжаемся Ты не вопрос Всегда Андрей Я съезжаю от тебя Забери свой стрим Подарки оставь пожалуйста Я чеки не выкидывал Чего? Я чеки не выкидывал Нет А первое слово? Я А Дамы и господа Давайте вопросы пожалуйста А Сложнее кстати Вообще не понимаю ничего Время Съезжаемся Это вам не серебряная копытца Да вообще мимо Я вообще хотел бы его тоже Еще раз ответить Андрей Просто может сказку какую-нибудь выберем Я вообще не понимаю что А это еще и сказка должна быть Проблема в том что у меня по-моему джунгли У меня вообще нет варианта А серьезно? А можно Перезапишем А что там? Можно легко Мы легко все перезапишем За 30 секунд и 30 тысяч Может быть Так это может быть Маули Ребята Ребята все время Берете 30 секунд 30 секунд берете? Да Хорошо Снимите деньги Обсуждайте А что обсуждать то? Ответа нет Я еще подумаю на своим И ты подумай хотя бы Хочешь какое-то слово Чтобы было Заткнись Кто это? Что это такое? Все отвечай Андрей Ну может я не джунгли Выеживалась Все давай Ведешь себя как муж у психоаналитика Давай Давай что ты привела Рассказывай Что? Рассказывай Ты посмотри Я очень себя сейчас тупой чувствую Я так уже всю игру Говорите версию Время Книга джунглей Читая сказка? Да Это Маули Полное название Маули Книга джунглей Пусть будет Но не книга Еще какие-то версии у вас есть? Вообще никаких версий Убежать есть идея Хорошо Я принимаю версию убежать Книга джунглей Но судя по всему Тут даже не о чем разговаривать Да? Да Вообще Ребята К большому сожалению Вы правы Да? Прикинь Андрей Ты лучший человек на свете Самый умный Самый красивый Ты понял Как можно за одну секунду Стать царем интеллектуальной программы Несмотря на все неудачи до этого А можно мне пообъяснить В чем мы Объясняем Да ты не поймешь Некоторые Аплодисменты Аплодисменты Разъезжаемся Привет Привет Я там же Убрали загадки Поехали кресло Началось обсуждение Андрей Я не знаю Что у меня за слово Вообще? Вообще Так смотри С одним было еще более-менее как-то Сейчас у нас ноль слов Да Так у меня есть как идея Слово Фигура Или фигуры Ты просто любое назвал А у тебя не слово снежное? Не знаю Если у меня королева Да Да может быть Пусть будет да Снег у тебя там может быть? Может быть снежная Снежная Это снежная королева Стоп Время 30 секунд Или вы называете версию прямо сейчас? Прямо сейчас Рискнем? Я вам предлагаю 30 секунд за 30 тысяч рублей Нам не надо, Паш Хорошо Паша версия? Снежная королева Снежная королева Принимайте Я предлагал вам Я вам предлагал Да Я хотел, чтобы вы пообсуждали Я не хотел, чтобы этого произошло А это произошло А, вы думали сейчас будет зеленый Вы обрадуетесь Скажете, а, ты не хотел именно этого Угу, сейчас Надо было чуть-чуть пообсуждать Итак, внимание Смотрим Сейчас Одно из трех исключительно Давай с твоего Можно сказать, что шахматные пешки Это они Это фигуры Это что? На всякий случай напомню Что шахматы Это игра в войну Ну да Это две армии Пушечное мясо, солдаты Это солдаты Ну Пешки Это шахматные солдаты Оловянные солдаты Блин, это вообще Стеклянные Оловянные Деревянные Не, ну просрали знатно Ну да Как умеем Послушайте, но тем не менее Раунд Завершен Я вас поздравляю Спасибо большое По итогам двух раундов Наши игроки потеряли 430 тысяч рублей И могли бы вообще Не париться Если бы наша программа Называлась У нас двое на миллиард Но только на миллион Факт на миллион Прямо сейчас Солнце Содержит 99% От общей массы Солнечной системы Оставшиеся 1% Харламов после ужина В эфире ТНТ-шоу двое на миллион Там, где они Всегда радость и веселье Андрею Боришвили Ирина Мехкова У нас в студии Конечно же Я знаю про тебя И это узнает Весь офис камеди Самые Сумасшедшие Траты Которые можно Совершит Вот так Это Андрей Боришвили Вспомни из последнего Чудовищного На что ты потратил деньги И то, что Можно было и не покупать вообще Лазерные мечи опустим Ребята Лазерные мечи Не меч Мечи Он принес в офис 2 Парализовал работу На 2 недели Недавно я купил себе Очень красивую сургучницу Сургучницу? И словарь Чтобы знать, что это Напоминаю, что Андрей живет в 17 веке И отправляет письма голубями Да, нет Я люблю своим родственникам Написать письмо от руки И запечатать его в конверт И сургучом Топ-3 Лазерные мечи Сургучница Я топа не веду Сейчас я вспомню Сейчас я вспомню Ну вспоминай Ир А я знаю историю Что ты какой-то корпоратив Отработала за собачку Блин В Китае где-то? Нет У адвокатов провела Я корпоратива же не беру Корпоратив у адвокатов? А согласилась? Сделка с дьяволом Прям конкретно Нет, кстати Приятные очень сильно люди были Попробуй про адвокатов Скажи, что они неприятные люди были Целая вечеринка у них там была Собака мне понравилась Она стоит очень дорого Поэтому пришлось За щенка провести корпоратив А, то есть ты сказала Возьму щенком? Нет, я взяла деньгами Отдала их за щенка Было бы неплохо, если бы щенком Которого зовут Толик Анатолий в честь кого, простите? Ну вот смотри Вот он пришел Нассал на шторы Ну Толик Да, согласен Если ты к этому готовила собаку Да, тогда Толик Можно бы было назвать Эльдар И шторы бы были сухие всегда В любой момент Вспомню Давай, золото Я не помню, какая она называется Да, настолько даже Ну, короче Купил что-то, чего не знал Дротико-металка такая Я, короче Это чтобы позвать, да? Окликнуть Прохоживать Да, если забыл имя человека Куда идти? Реально, с дротиками Она у меня в машине лежит Серьезно? Сотя на сне Понимаешь, как его мечт? Так Я, наверное, граф Сяду писать в Сургуч Нет Я воин Я джедай Вот я кто, оказывается И все это в костюме Черного Человека-паука Который у меня, кстати Помнишь, ты На кальпу Да Да Там еще и это Короче, если открыть вообще Мой багажник Может, потому что я Утренники организую Благодарю за это Прекрасное общение Но я напоминаю 570 тысяч рублей В вашем банке Третий раунд Прямо сейчас Раунд называется Только факты В нем игроки Должны отгадать Имя известного человека По нескольким фактам Из его биографии Сначала На экране появится Три бесплатных факта Вообще без денег А потом Каждый Можно будет докупить За 30 тысяч рублей Цена ошибки Все та же 100 тысяч рублей И чтобы вы понимали Это стоимость проката Одной лыжной палки В Куршевеле Итак, факты Погнали Из семьи Потомственных военных Мы знаем Владеет английским Немецким И французским Языками По работе Менялся местами С Дмитрием Белый Это да На первый вопрос Ответ белый Белый На второй На второй Любой человек Мония белый Слепаков Нет На третий Путин Путин, да А это все Про одного Тогда не работает Наша схема Так Ну что 30 тысяч Деньги брызгай Бабки брызгай Давайте Хорошо Мы хотим дать 30 тысяч Чтобы одну подсказку убрали Андрей, Андрей Рано Рано, да Дерзкий очень Сильно финтюх Извините Давайте брызнем На тридцаточку Итак Судя по фотографиям В СМИ Любит спорт И активный отдых Блин Вообще здорово Любая Да, Джиган знает Он же Английский, немецкий Все знает Мне интересно Что такое по работе Менялся с Дмитрием Смотри Знаешь, что это может быть Менялся с Дмитрием По работе Может быть с Дебровым Может быть это Галкин Поскольку он владеет Английским, немецким, французским По-моему Галкин Галкин, да На всем шпрех Из семьи потомственных военных Кто у него отец Время Берете факт Конечно Конечно Мы хотим угадать Давайте Мы потратим все Но угадаем Давайте Лауреат премии ТЭФИ Ну как бы Какой премь А ты с Дмитрием Дмитрием Дебровым Он живет А еще Нагиев А еще есть Нагиев А кто с ним менялся Никто Мне кажется Нагиев не знает языков Он такой Это мое место Я никуда не уйду Я сейчас не хочу Не в обиду Нагиеву Но ниш прехает Да Ну пока Твой вариант Самый здравый Андрей Я первый раз в жизни Такую фразу говорю А это все равно выдержут Чтобы тебе Время Есть еще один факт Который все растает Конечно Деньги брызги Брызги В детстве Знал наизусть Пародию Хазанова На Горбачева Ну это он В детстве Знал наизусть Пародию Подходят два человека Только вот он И Дроботенко Все Больше никто не подходит Второй Дроботенко А кто вообще Нагиев пародист Ну он пародист Я имею ввиду А кто еще может быть Но кто еще Менялся с Дебровым Андрей Ты еще очень круто Изображаешь Людей Кого? Деброва? Нет вообще Он умеет пародировать Вы в курсе? Покажи Деброва Первая подсказка Из семьи Потомственных военных Неплохо Почти А вот молодец Нет ну это неприятно Слушайте я Я не прям чтобы это Надо потренироваться Если долго-долго То я буду это лучше делать Ну естественно А что это у нас Ну да Ваша версия Галкин Мы думаем Это Максим Галкин Вы думаете Это Максим Галкин У нас нет другого варианта У нас да Внимание на экран Ты такой умный Андрей Браво Максим Галкин Раунд завершен За три раунда Вы потеряли Пятьсот двадцать тысяч рублей Именно такой гонорар Получил Андрей Бегуришвили За концерт В Мэдисон Сквер Гарден А потом проснулся Четвертый раунд Блиц В этом раунде Игроки будут вместе Отвечать на вопросы Блица Всего несколько секунд На размышления Как только игроки Дадут неправильный ответ Либо не дадут никакого ответа Запустится Счетчик И из банка Начнут списываться деньги С каждым неверным ответом Деньги Будут списываться Все быстрее и быстрее Поехали К какому офицеру Не приходят письма К полковнику К полковнику Да Какая часть лица У амбициозных людей Отличается умом О господи Что Глаза Губа Губа не дура Как называется чертовская удаленность У черта на куличках Как это называется? Черта на куличках Черта на куличках Кулички Дамский ручной вентилятор Это веер Веер, верно Русское народное банджо Балалайка Верно Высохшее растение в 2D Гербарий Верно Воспламеняемый аксессуар вора Шапка Шапка Верно Куда обычно смотрит фемида Закрытые глаза Абсолютно верно Четвертая планета от Солнца Плутон В душе ничего Плутон Марс Кто из мушкетеров был графом Деля Ферн Адос Верно Стоп Блиц завершен За 4 раунда Наши игроки потеряли 571 тысячу рублей За эти деньги можно было бы на день Заселить в гостиницу Космос Всех существующих космонавтов Но есть и хорошие новости Я ничего у вас не буду отнимать Это ваши деньги Но они достанутся кому-то одному Тому, кто победит в финале В эфире ТНТ Вы смотрите интеллектуальное шоу Двое на миллион После 4 раундов В вашем банке 429 тысяч рублей И все эти деньги достанутся тому Кто победит в нашем финальном раунде Поехали Финальный раунд называется Каждый за себя Потому что в нем игроки сразятся друг с другом Все ответы в финале представляют собой числа Чье число будет ближе к правильному Тот и взял вопрос Кто возьмет больше вопросов Тот и выиграл И забрал все денежки себе На каждый вопрос у вас есть несколько секунд За это время вы должны успеть записать свой ответ в планшете Иначе ответ не засчитывается Можете доставать планшеты Поехали в позиции друг напротив друга Что вы хотите сказать Андрей Ой Игорь что случилось Я хочу сказать что я зафейлил сейчас вопрос с планетой В общем я хотя бы да Чтобы меня сейчас в комментариях не уничтожили И мало того что я неправильно назвал планету Я назвал Плутон Так Плутон сейчас еще и не планета Вот так Да извините С 2006 года Плутон не считается планетой Во время рекламы Андрей гуглил Клянусь не гуглил Поехали Мы готовы В каком году состоялось крещение Руси Без меня Ой блин Раздевай Я вообще В каком возрасте актриса Моника Белуччи сыграла девушку Бонда Сейчас О я знаю Андрей я хочу чтобы ты выиграл Я знаю Я знаю точно Из скольких спичек состоит самая высокая башня из спичек в России Она не одна что ли Да есть самая высокая Я сейчас прям вот так на пианино сыграю Сколько форм настоящего времени в эскимосском языке Ой дай вспомнить Сколько байтов в гигабайте Приветики Вообще Сколько месяцев длится беременность у жирафа Ну он же длинный Сколько треков На альбоме Павла Воли Респект и уважуха А вот он у меня есть В общем он даже сам то не знает Я знаю Мне кажется Вы все закончили? Да Прекрасно Это мы что-то так быстро все проиграла я Да Поехали В каком году состоялось крещение Руси Ира 1221 год А ты еще будешь наши ответы Мои ответы не читай 1221 это как раз когда монголы-татары пришли подумали О так они не крещеные надо крести Не надо меня Пожалуйста Я и сама себя уже ненавижу Ир Да тут есть клиент поинтереснее 1534 Перед Иваном Грозным Что-то народ не крещеный по-моему у нас Ир Ты была ближе 988 год Крещение Руси Я теперь запомню это навсегда Да Далее В каком возрасте актриса Моника Белуччи сыграла девушку Бонда? Ира 43 года 43 годика Андрей Вот я не помню Семнадцать Супер молодая или супер старая Я вот этого не помнил В 51 год сыграла девушку Бонда Ира За тобой Я напутал Из скольких спичек состоит самая высокая башня из спичек в России? Ира Ты написала 120 тысяч Но Кто тебя переплюнул Андрюша 500 тысяч спичек Ты угадал, да? Нет, ты была ближе 16 тысяч спичек Да 184 сантиметра в высоту 53 у основания Эйфелева башня И между прочим это рекорд 2017 года Сколько форм настоящего времени в эскимосском языке? Ира Вообще одну Две формы Ну уж если вдруг я иду Андрей Семь форм Семь форм, Андрей Это как? Я сижу Я конкретно сижу Да Я усиделся Я усиделся Я продолжаю сидеть, как и раньше Может как в английском Хотел бы уйти, но сижу Вот эти Чип того Ты был ближе 63 63 И одно прошедшее Ну было и было Ну будет Да Дальше Сколько байтов в гигабайте? Ира 126 Андрей 1000 Я неправильно ответил Ты был ближе Потому что тут точное число 1 миллиард 73 миллиона 741 тысяча 824 байта Получается они 126, да? Нет Сколько месяцев длится беременность у жирафа? Ира 17 месяцев Андрей 13 месяцев Вы одинаково близки и далеки от правильного ответа 15 месяцев Да 15 месяцев Кстати При рождении Младенец жирафа Он уже ростом почти 2 метра Весом почти 50 килограмм Он аккуратно падает с 2 метров из мамки Воричом Через час он встает на ноги уже Через несколько часов уже бегает А на следующий день уже съезжает от родителей в соседнюю квартиру Сколько треков в альбоме Павла Воли? Респект и уважуха Ира 9 Андрей 8 О, не больше То есть вы считаете, что я в свое время был очень непродуктивный музыкант, да? 8 треков Нормально, альбом А подожди, там пятый трек был Барвиха? Барвиха Молодец, ты смотри Все, ребята, лично от меня 6500 Вот сюда Я вам расскажу предысторию Этот альбом буквально Выплеснулся из меня Поэтому я, как нерадивый начинающий музыкант Слава богу, давно закончивший с этим Чтобы не смешить людей Воткнул в первый альбом Все, что только можно было И это был двойной альбом Из 29 треков Ты была ближе Да, на 20 А прямо сейчас имя победителя Ира Мехкова 429 тысяч рублей забирает победителя сегодня Браво, отлично, классно, достойно, справедливо По нашей традиции проигравший должен поздравить победителя Признать его невероятное интеллектуальное превосходство над собственной тупостью Что же вы раньше не сказали, я бы старалась А также купить Ире перстень для целования И целовать каждый раз при встрече Пожалуйста Я должен искренне поздравить? Искренне поздравить Мы всю передачу меня унижали И сейчас еще, типа, финальная точка Унижений Не, а сами ли, я доволен? Я счастлив? Что... Ну, вообще, это наша общая победа, я считаю Да, да Ты внесла в них сперматозоиды Хотя должно было быть по-другому, да Я бы Максима Галкина немножко добавил Если бы не Андрей, то я бы не выиграл У вас очень круто, спасибо Классно, ребята, это была шикарная программа Поэтому я бы хотел закончить словами величайшего инвестора Уоррена Баффета Он однажды сказал Есть два правила, чтобы разбогатеть Правило первое Никогда не теряй деньги Второе правило Никогда не забывай Первое правило, Андрюша Ура! Поздравляем Спасибо Ира, умница Продолжение следует...